Здравствуйте, это Паблик Ток Федерал Пресс. Меня зовут Валерия Белякова. Традиционно по четвергам мы обсуждаем самые актуальные темы. Сегодня мы говорим о сносе соцгорода на Уралмаше. Нашим экспертом стал Дмитрий Москвин. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Эта неделя у нас обозначилась тем, что в Екатеринбурге, в знаменитом нашем микрорайоне Уралмаш, стали сносить соцгород. По сути, ведь сносят деревянные бараки. Вот в чем их ценность? Что вызвало ваше негодование? Во-первых, я всегда избегаю слова «бараки» применительно к деревянной архитектуре Екатеринбурга. Дело в том, что то, что считалось и именовалось историческими бараками, в городе не существует вообще. Единственный барак есть на территории Уралмаш-завода, приспособленный давно-давно под какие-то административные нужды. Сейчас просто стоит и пустует. Барак – это одноэтажное здание, где вообще-то нет никаких удобств, единое жилое помещение и под сотню людей, которые просто напичканы туда, напиханы. И постоянно в таком общем коллективе живут. Если мы говорим о сносимых домах на улице «Авангардная», то это восьмиквартирные дома. Это по меркам современного города, вообще-то как бы, убираем особенности именно этих домов, но восемь квартир, два этажа, экологичные материалы – это хорошо. Другое дело, что эти дома, конечно, доведены за многие десятилетия просто отсутствие хозяев, просто отсутствие ответственного отношения со стороны жителей, они доведены до крайне неприглядного состояния. Но это не означает, что они плохие. Сами материалы, само дерево, и я знаю, что ходили эксперты, ходили городозащитники смотрели, в достаточно хорошем состоянии. Сейчас в России в том числе уже есть опыт, как сохранять деревянные дома. И в Екатеринбурге, к сожалению, он ни разу не применялся, потому что вот у нас так утвердилось, такой медийный штамп. Все, что из дерева, сразу барак. Вот мы сейчас тоже находимся в деревянном доме, его отремонтировали вроде как. И уже как-то не поворачивается язык сказать, что это барак. Но еще 10 лет назад, когда он стоял в достаточно тоже таком мрачном состоянии в центре города, все ходили и говорили, ну господи, деревяшка какая-то, когда ее уже снесут. А оказалось, что нет, вполне себе приличное здание, в нем можно жить. И вот на Уралмаше, в принципе, вот это и есть главная проблема, что вместо того, чтобы искать альтернативы, чтобы посмотреть, что можно вообще сделать с зданиями, которые сносят, их просто сразу приговаривают и моментально уничтожают. Для Уралмаша это действительно трагедия, потому что соцгород Уралмаш – это последняя в городе цельная историческая среда. У нас больше нет ни одной площади, ни одного квартала, где сохранилась бы цельная средовая застройка. Соцгород Уралмаш – это несколько улиц, это площадь первой пятилетки, это ансамбль домов, построенных с 1928 по, условно, 1950-е годы. Средняя этажность, от двух до шести этажей, сложившийся зеленый каркас, как теперь модно говорить, сложившиеся общественные зоны – все это было запрограммировано, и все это работало, и продолжает работать так или иначе с перебоями. Но вот как бы снос и на авангардной, и на Кировградской, и с другой стороны соцгорода, там, где находится улица 22-го портсъезда, там снесли темп, там снесли больницу, там также сносят двухэтажную, каменную уже в данном случае застройку. Это все такой приговор соцгорода, потому что на их месте планируют 30-35-этажные дома, и вся эта высотность, вся эта атмосфера, она, конечно, моментально просто исчезает, когда туда появляется хотя бы один высотный объект. Ну чем плохо высотный объект? Это же ведь можно больше людей расселить, например, по той же самой программе реновации. Ну, давайте, как бы тоже честно, мы живем в самой большой стране в мире, где нет проблемы, где расселять людей. Екатеринбург – самый компактный город-миллионник в этой самой большой стране в мире. У нас тут, как бы, территории, где люди могут жить, предостаточно. Ну, как бы, вообще вопроса нет. Другое дело, что меня искренне удивляет, когда люди считают, что это нормально жить в 40-этажке, в очень крохотной квартире, а сам дом состоит преимущественно из коридоров и всевозможных, значит, лабиринтов, потому что, ну, так просто дешевле для застройщика. И люди считают, что это нормально, что ненормально жить в двухэтажном доме, что ненормально жить в среде, в которой у тебя не тысяча соседей, а сто. Да, в среде, в которой у тебя свой двор и своя парковка в этом дворе. И не надо бегать, значит, там по округе, искать, где воткнуть машину с риском, что ее в любой момент оттуда эвакуируют. Я должен отметить, что сейчас на федеральном уровне всерьез обсуждается вопрос, что современные градостроительные концепции будут все-таки исходить из того, что города должны стремиться не в вертикаль, а в горизонталь. То есть вот это понимание, что человек вообще-то в этой среде живет, ему надо видеть нормальную, здоровую картинку за окном, ходить по нормальным зеленым пешеходным улицам, она все-таки на федеральном уровне сейчас формулируется как задача. И вот как бы Екатеринбургу вот с этим всем будет крайне сложно. Тем не менее, поговорим о программе реновации, которая реализуется очень активно в Москве, где точно известно сносятся хрущевки старые, которые изначально строились как временное жилье. Каким образом она, вот эта вот программа реновации должна в принципе в городах-миллионниках грамотно реализовываться для того, чтобы избежать как раз-таки сноса каких-то уникальных объектов? Ну, тут даже вопрос не в уникальности объектов. Когда мы говорим об Уралмаше, да, там есть памятники, да, там есть объекты авангарда, которые вот они просто единичные, потому что авангард, конструктивизм – это всегда один объект, никогда не повторяемый больше нигде. То есть то, что есть на Уралмаше, построенное там условно до 35-37 года, если мы гостиницу Мадрид будем брать как там крайнюю точку, больше нигде в мире нет таких объектов. Вот хрущевки есть во всех городах, советских и постсоветских. Да, там панельные дома везде есть. 35-этажки там с разными кирпичами, условно говоря, цветом бетона, везде одинаковые, да. А вот эти дома, они единичные. Больше никогда нигде их никто не повторил и уже не повторит. Поэтому уже само это придает им какую-то ценность, даже если они не признаны памятниками. Так вот, речь именно о том, что современная реновация не учитывает сложившиеся городские среды. Да, даже вот то, что сейчас в Москве там снесли, хрущевки, даже там своя среда, потому что это грамотно спроектированное пространство, пять этажей, это соразмерно человеку, да, это комфортно все равно, как бы глаз там не утыкается в бесконечную вертикаль. И при этом это зеленые дворы, это проницаемая система дворов, то есть мы можем срезать по диагонали, а не ходить по периметру, значит, огибая бесконечные заборы и прочие преграды. И это среда, в которой как бы людей мало изначально, да, потому что, ну вот что там, да, сколько в хрущевке помещается жителей. Вот это все не учитывается, да, это все сметается. И мне кажется, вот в этом и есть главная как бы ценность любого города. Это среда, это атмосфера, это сложившиеся определенные привычки и практики людей, которые просто вот искореняются. Поэтому там звучат все время вопросы, но ведь если строить малоэтажно, то это будет дороже. Отчасти дороже, а отчасти нет. Потому что, давайте тоже честно, застройщик не тот человек, который, значит, за большие деньги строит качественную 35-этажку. За маленькие деньги некачественную 35-этажку. Но втюхивают ее втри дорогая. И в 35-этажке мы получаем минусы, например, такие как вода до последних этажей. Это как бы не самый еще даже страшный минус. Стройматериалы, из которых строятся, это низкокачественные материалы. Тоже давайте честно. Когда приезжают, например, голландцы, у меня были такие встречи с голландскими архитекторами, они как бы всерьез спрашивают, вы правда используете асбест в строительных материалах? И как бы им говорят, да, правда. И у людей просто шок, потому что на территории Европы это запрещенный материал для строительства. У нас целый город живет. А у нас целый город, да. Это бетон со своими тоже фонящими особенностями. И это тоже надо себе хорошо понимать. Это дешевые всевозможные полимерные материалы. Весь этот ламинат, гипсокартон и тому подобное. Это все правда дешево и не экологично. И мы получаем вот 35 этажей, такой барак на самом деле на тысячу человек. Люди постоянно ведь жалуются, все слышно в этих домах. Двора нет, по сути. Ну куда вот тысяча людей не выйдешь и всем гулять. Вот этот пятачок, который оставлен под названием двор. Парковочные места либо втридорога в подземном гараже, и еще там 10 раз подумаешь, нужен ли он тебе. Либо вот опять же ездишь вокруг. Ну что теперь, вообще не строить что ли высотные дома? Или как их строить так, чтобы они соседствовали рядом и с каким-то вот нашим наследием, которое досталось нам от предков наших? Ну я думаю, что Екатеринбург, к сожалению, уже ничем не испортишь больше. И везде, где только было возможно, они уже воткнули свои высотки. Хотя для этого, ну как бы есть районы, спальные районы, совершенно как бы изначально для этого предназначенные, которые с функцией, что это бюджетное жилье. И люди должны как бы понимать изначально, что вот он там едет, там в условный Мичуринский широкую речку. Не метро, не трамвая, не троллейбуса, и автобус такой как бы разовый, там с гигантским интервалом. Вот это бюджетный вариант жилья. Но и в центре, еще раз говорю, вполне возможно строить нормальное, современное, качественное жилье, не сильно, при этом повышая его стоимость относительно той, которая есть сейчас. Но при этом, да, это будет не 35 этажей, а, например, там 10 этажей, 9 этажей, 5 этажей. И это может быть там какими-то каскадами и тому подобное. Опыт гигантский мировой, да, но мы тут не первооткрыватели, но ни разу вообще. И там вот как-то имея возможность все-таки по России чуть-чуть ездить, и иногда выбираясь куда-то за рубеж, я просто вижу вот эти разные очень стратегии, когда удается найти, да, этот баланс. Что там часть даже постсоветских городов, там очень интересный опыт балтийских стран, например, да, тот же Таллинн. И это постсоветский город по своей, как бы, структуре. Историческое ядро, и панельные дома, и современные. Так вот там, например, деревянные дома, вот такие же, как на Уралмаше, да, построенные для рыбаков, изначально самых бедных людей города, в начале 20 века. Теперь это самые хипстерские кварталы. Да, эти дома покрасили, отремонтировали, и стоит одна комната с печным отоплением. На Уралмаше централизованное отопление, централизованное водоснабжение, канализация, все есть. А там печное отопление, 300 евро в месяц. И плюс дрова. Слушайте, ну, эти дома ведь расположены, они там в центре, в старом городе, вот я была в Таллине. Ну, они тоже в центр, да. Ну, это старый город как раз таки, это близко очень. Да. Ну, извините, а что Уралмаше не центр? Давайте вот просто тоже на метро 10 минут вы в центре. Что делать? Как строить тогда? Может быть, какая-то единая стратегия нужна в рамках государства, либо в рамках, не знаю, федерального округа? Ну, в рамках региона, видимо, уже нет. Я не дам там какого-то рецепта, конечно. Я только обозначу на главную проблему, которая, собственно, пробуждает эмоции и заставляет реагировать на любой, по сути, уже на любой снос. Да, потому что эта проблема не спросили людей. Вот жители на Авангардной, там есть те, кто действительно, три поколения живут с фразой государства, вас скоро расселят с 60-х годов. А есть те, кто там живут и говорят, нам здесь хорошо. Да, мы не хотим отсюда уезжать. У нас свое, вот все свое. Мы живем в таком индивидуальном, по сути, доме. Такие же были, например, в кооперативе опыт строя Чапаева, декабристов Степана Разина. И оттуда людей тоже просто фактически силой выгнали, чтобы построить многоэтажки. И главная эта проблема. У нас вообще-то в городе принята стратегия еще в начале 2010-х годов, что от двухэтажной застройки не останется ничего к середине 20-х годов. Все должно быть тотально зачищено. Людей-то спросили вот в этом плане. А там некоторые дома вообще добротные, сталинки послевоенные, каменные, слепниные. То есть то, что людям нравится вообще в принципе эстетически. Это не воспринимается никак, как барак там. Во Втусгородке можно такие дома, например, посмотреть, или на Эльмаша. Там действительно, по сути, индивидуальное жилье, таунхауса сталинского времени уже само по себе как бы не вписывается в концепцию наших представлений. Но это все должны приговорить под снос, потому что где-то кто-то там решил, что людям надо жить в 35-этажке. Вот надо разговаривать с людьми, надо внедрять методы и технологии. Сейчас они тоже хорошо применяются, например, в Казани. Это технологии соучаствующего проектирования, когда люди от и до сопровождают проектирование той среды, в которой они будут жить и которой они будут пользоваться. Это нормально, ничего страшного от этого не происходит. Это удлинит процесс, да, вы не за два месяца согласуете все и тут же снесете и начнете строительство. Ну там, ну да, полгода, может быть год иногда. Вот это уже в зависимости от. Но это нормально, потому что строите все-таки для людей и вот это главная задача поменять приоритет. Не бабло, а люди. Утопия. Окей. Спасибо вам большое, Дмитрий. Это был традиционный паблик-ток Федерал Пресс. Мы благодарим Свердловский дом журналистов за предоставленную площадку. Всем добра и всего хорошего.